Мало кто из наших зрителей знает о том, что Евгений Осин не только прекрасный певец, но и вегетарианец. Жень, скажите, пожалуйста, когда это с вами произошло и когда вы отказались от мяса? Когда эта беда со мной случилась? Случилась уже 16 лет назад. Я просто в один прекрасный момент понял, что можно обойтись без тяжелых продуктов, таких как мясо. Потому что если, например, положить фарш какой-то или кусок мяса просто на солнце, через час вы увидите, что с ним станет. То же самое примерно происходит в организме человека, когда он поедает вот такую тяжелую пищу. И как выяснилось, что весь организм человека устроен, как у всех травоядных существ. Таким образом, длина кишечника у нас превосходит рост в 6 раз. В то время как у хищных только в 3 раза. У нас нет пасти, по-другому устроены зубы. То есть мы можем жевать это все дело. Потом это поступает и слабой желчью все это долго переваривается. Потом блуждает по длинному кишечнику. Вот. И только потом, так сказать, выходит наружу. Я просто анемела. Потому что такого количества медицинской информации я не слышала ни от одного певца из всех, которые были в нашей студии. Американские ученые опубликовали результаты исследований вегетарианцев и мясоедов. Оно показало, что вегетарианцы живут дольше и гораздо реже болеют раком. Польза вегетарианской диеты состоит в том, что в ней велика доля овощей, фруктов, кашь бобовых и орехов. Мясоеды же чаще страдают от избыточного веса. В их крови намного выше уровень холестерина, который содержится в яйцах, молочных продуктах и мясе. А высокий холестерин – главная причина инфаркта миокарда и внезапной смерти. Поэтому, если вы хотите жить дольше, ешьте побольше овощей и фруктов. Они богаты витаминами, минеральными веществами и содержат клетчатку, которая не только лечит запоры, но и предотвращает развитие рака кишечника. Вот есть такая статистика, которая утверждает, что 80% людей отказываются от мяса, думая о своем здоровье. 70% по этическим соображениям, то есть им просто неприятно есть мясо убитых животных. Только 30% с небольшим процентов делают это, думая о судьбах мира. Что вами руководило? Всего понемножку из перечисленных вещей. Когда человек приходит, например, в ресторан или куда-то, он просит там бифштексы или какие-то котлеты или еще что-то. То есть, если бы при нем прям приводили тут же, например, кого-то теленка или ягненка и тут же перерезали ему горло, я думаю, он бы есть... Это ему бы захотелось. Не стал бы, да, конечно. Но он говорит, я же не убиваю. Но, с другой стороны, употребляя мясо, человек понимает, что это мясо достается жертвами вот этих животных. И если бы человек не ел мясо, то их бы и не убивали для этого человека. Свиньи верили, что чем скорее они вырастут большими и толстыми, тем скорее попадут в рай для свиней. Пошла, пошла. В такое прекрасное место, что ни одна свинья и не думала возвращаться оттуда. Ну, давай, пошла. Прощай, мама. Я никогда не буду курить и есть мясо однозначно. Я, например, с трудом общаюсь с женщинами. Я имею в виду, так близко схожусь, которые, например, курят.